Многострадальный Матросский бульвар наконец обретает новую жизнь. В Севастополе объявили о создании благотворительного фонда, который займется его реконструкцией. С идеей объединить весь город вокруг бульвара выступили предприниматели, наблюдая, как приходит в упадок это знаковое для севастопольцев место. Наша задача – оказать содействие и всяческую поддержку, помощь от имени общественности достройки Матросского бульвара. Пожертвование на любую сумму, даже на один рубль, может сделать любой желающий. Представитель крупного бизнеса или простой горожанин. Но помочь призывают не только и не столько деньгами. Городское сообщество архитекторов настаивает, что нужен новый согласованный, исторический и культурно обоснованный проект реконструкции Матросского бульвара. В частности, председатель Союза архитекторов города Сергей Комаров. Он выступал категорически против того проекта, реализацией которого занимался фонд «35-я береговая батарея». Если сейчас эта стройка будет возрождаться, то, естественно, и наши члены Союза архитекторов. Архитекторная общественность с удовольствием примет в этом участие. И с удовольствием будут курировать достройку, если появится необходимость и будет доверие с этим архитектором. В ближайшее время фонд объявит конкурс новых проектов реконструкции Матросского бульвара. В нем могут принять участие как маститые, так и начинающие архитекторы. Положение о конкурсе почти готово. К нему осталось добавить лишь заключительные штрихи. Авторы идеи говорят, что предпочтение отдадут, конечно, местным архитекторам. Я как патриот города, конечно, прежде всего хотел бы видеть участие наших местных архитекторов. Я знаю, что у нас есть в городе специалисты и действительно творческие люди, которые в состоянии решить эту проблему. Провести конкурс планируют до 1 июня. Организаторы ждут работ, обещают обширный состав жюри и общественное обсуждение для определения лидеров. Но главное, на чем настаивают учредители благотворительного фонда, все должно быть сделано по закону. Когда будет выработана концепция и она будет утверждена, дальше нужно действовать просто по схеме, которая принята законодательством Российской Федерации. Это технические задания, это проектная документация, это экспертиза, это строительство. Напомним, работы по реконструкции Матровского бульвара не ведутся уже несколько месяцев. Городские власти были вынуждены остановить их. Подрядчик реконструкции допустил многочисленные нарушения. Работы велись без разрешительных документов. В ходе них были уничтожены пять объектов государственной собственности. Строители долго отказывались покидать бульвар, вели там работы, не допуская на его территорию представители государственных органов. И только запрет суда позволил остановить беззаконие, происходящее на знаковом для всех горожан месте. Судебные разбирательства продолжаются, но уже сейчас ясно – Матровский бульвар станет по-настоящему народным местом, а не предметом амбиций отдельного олигарха.